Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем пытаться сделать макияж с помощью продуктов из вот такого вот бьюти бокса, который собран одним из наших интернет-магазинов. Скажу сразу, я с ними не сотрудничаю и этот бьюти бокс был куплен полностью за мои деньги. И обычно я вообще не люблю такие вот наборы косметики, но эта коробочка собрана из косметики фирмы The Balm. А эту фирму я прям очень обожаю. Я думаю и вы наслышаны о их знаменитом хайлайтере Мэри Луминайзер. И сегодня мы проверим, так ли хороша их остальная косметика. Коробочка выглядит очень привлекательно, внутри все красиво перевязано розовым бантиком. И честно скажу, его прям жалко открывать, но я все-таки решилась. Внутри нас ожидает карточка с перечнем продуктов. Их всего здесь 7, из которых 2 полноразмерных. Ну что, давайте начнем с макияжа глаз. И для этого у меня есть 2 продукта. 2 вот таких вот маленьких однушки, это пробнички. Первый оттенок из вот такой вот матовой палетки Мэти Тримани. Он такой насыщенно-сливовый. И второй оттенок из палетки The Balm Voyage. Тяжело произносимое название оттенка. На самом деле это тени и луминайзер. Это цвет золотого игристого шампанского. Давайте для начала подготовим веки. Нанесем базу под тени. Ее не было в наборе. Это Color Tattoo от Maybelline. На самом деле я немножко разочарована выбором оттенков для макияжа глаз. Мне кажется, они самые не ходовые в палетках. Но я все-таки попытаюсь. Может что-нибудь нормальное и получится. Итак, у нас есть темный матовый оттенок. Честно скажу, я не очень хочу наносить его на все подвижное веко. Это уже будет как смоки. Поэтому я решила вот таким вот сливовым оттенком сделать себе маленькие стрелки. Возможно, это будет интересно. Оттенок прям очень пигментированный. И это сразу видно. Главное, они не промахнутся. Обычно вот такие вот фиолетовые оттенки комплиментируют цвет глаз. Причем любой. Как-то вот так. Тени прям слишком насыщены пигментом. И это приятно, знаете, когда ты уверен в каждом взмахе кисти. Это очень классно. Нет никаких проплешин, пустых мест. И ты точно знаешь, какой результат ты в итоге получишь. Теперь беру шиммерный оттенок. Этот очень прям пылит. И добавляю во внутренний уголочек глаза. Очень тепленький такой хайлайтер. Активный, красивый. Посмотрите, как блестит. Вот что значит пигментированное качественное тень. Я уже, наверное, отвыкла от вот этого вот чувства. Со всей своей косметикой с Алиэкспресс. Ну что, переходим к полноразмерному продукту из этой коробочки. Это вот такая вот тушь, которая называется Mad Lush. Боже мой, какое офигенное оформление. Это какой-то здесь комикс. Посмотрим, что здесь за кисточка. Кисточка изогнутая, вот такая вот силиконовая. Я очень надеюсь, что она мне нарисует красивые ресницы. Она довольно сухая, слегка комковатая. Вот такое вот количество ресниц мне удалось нарисовать себе. Удобная кисть, здесь ничего не скажешь. Но она еще новая. И какая-то не совсем управляемая. Ну, возможно, ей как хорошему вину нужно время. Переходим к следующему продукту из коробочки. И это еще один их хитяра. Бронзер, который называется Bagama Mama. Вот так вот он выглядит. Немножко темноват, мне кажется, для меня. И, боже мой, такой малюхенький рефил. Я прям не знаю, как туда вклинить свою здоровенную кисть для контура. Оттенок мега пигментированный. Поэтому беру совсем немножко и убираю остатки сразу. Ух, темный какой. Офигенный оттенок. Мне прям очень нравится. Хотя сейчас я белоснежка. И это для меня прям слишком. Ну, боже мой. Два взмаха кистью. И у вас идеально откорректированное лицо. Мне кажется, у меня никогда не было таких скул. Вот серьезно. Так, убираем лишние подбородки себе. Переходим к щечкам. И для них тоже есть свой продукт. Это румяна, которая называется Balm Springs. Вот такой вот нежно-розовый, немножко с персиковым оттенок. Не знаю, сколько его набирать. Я настолько отвыкла от качественной косметики. Вот это я понимаю, пигментация. Боже, какой хорошенький цвет. И я, конечно, как всегда, переборщила. Ну, что нам мешает поднять этот цвет вверх и вспомнить 90-е. Ну что, двигаемся дальше. И давайте я просто покажу вам следующий продукт. И пару секунд помолчу. Да, это их знаменитый хайлайтер Mary Luminizer. И мне кажется, без этого продукта всю коробку можно было бы сразу выбросить. Вот серьезно. Хитяра, который сделал мега популярной эту марку. И я прям ждала, когда этот легендарный продукт коснется моих скул. Для этого я припасла особую веерную кисточку, чтобы все было идеально. Так, надо выдохнуть. И сейчас будет момент истины. О, боже мой. У меня сейчас нет слов. И я пару секунд посижу здесь с открытым ртом. Так, главное не увлекаться. Алена, дыши, дыши, потому что сейчас я буду блистать вся. Одно неровное движение, у меня все лицо будет в хайлайте. Спокойно. Сейчас вот надо спокойно. Пошел третий слой. О, боже, он прекрасный. Тут я вспомнила, что когда-то на Алиэкспресс я заказывала себе реплику или подделку Mary Luminizer. Вот в таком вот формате. И мне прям очень хочется сравнить. Посмотреть качество. Ну, цвет уже отличается. На Алиэкспресс он такой более оранжевый, а в оригинале более золотой. По текстуре похоже, но... Да нет, это совсем другие оттенки. На Алиэкспресс это как будто сухая пудра с мелким шиммером. В оригинале это как будто что-то более кремовое и явно более светоотражающее. Блин, даже по тону не сходятся. Ну что, у нас остается последний продукт из коробочки. И на самый десертик нам оставили матовую помаду. Давайте посмотрим в каком оттенке она. Ооо, насыщенно красный, прям такой кровавый, яркий. Ммм, пахнет тик-таком. Мятный тик-так. Посмотрите какой яркий цвет. Помада с таким явным мятным холодком. Это очень приятно. Она быстро усаживается, она не липкая. Мега удобный аппликатор. Я прям за секунду себе нарисовала губы. Конечно, прибавила себе слегка объема. Ну, несознательно, да. И знаете, я здесь решила немножко уйти в отрыв и добавить в этот образ драмы. Для этого я возьму черный жирненький карандашик. И пройдусь по слизистой нижнего века. Возвращаемся к бронзеру. И совсем немножко нанесем его в складку верхнего века. Для более очерченной формы глаза. Добавим немножко фиолетового оттенка на нижнее веко. В итоге у нас получается что-то вроде дерзковатого с Мокки Айс. Но косметика на то и есть, чтобы с ней экспериментировать. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Напишите мне в комментариях, пробовали ли вы покупать бьюти-боксы. Потому что это у меня первый. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас не хочу. И пока!